Всем привет и сегодня я покажу вам очередной топ из 10 лучших скриптовых модификаций для игры GTA 5. Большинство из этих модов я уже показывал на своем канале, а точнее их установку. Поэтому если вы захотите их установить, тогда все ссылки с инструкцией я оставлю в описании. В этой подборке я собрал разные моды, кому-то из вас они будут знакомы, а кто-то из вас увидит их в первый раз. Итак, давайте начнем. Я начну как всегда с последнего места, а точнее с более простых модификаций. И на 10 месте находится мод, который добавляет танки при максимальном уровне розыска в GTA 5, а точнее 5 звезд. Конечно же этот мод очень полезный для GTA 5, ведь Rockstar сами добавляли подобное в GTA San Andreas, даже и без модов. Но почему-то в GTA 5 танки при максимальном уровне розыска не появлялись, даже при их наличии. Поэтому этот мод добавит эту систему розыска и улучшит ее. Не только танки будут появляться, но и полностью боевые вертолеты. Поэтому теперь для игроков 5 звезд розыска это настоящий челлендж для выживания, как с одной стороны, так и с другой. Чтобы набрать уровень розыска и при этом попробовать уйти от танков и боевых вертолетов. Забегая наперед скажу, что это не так просто, и для каждого игрока это будет новым испытанием в GTA 5. Девятое место занял тоже довольно таки простой мод, но интересный и футуристичный. Потому что он добавляет гравитационную пушку в GTA 5. Новые возможности и новое оружие для игроков, как будто прямо из будущего. Потому что с помощью этого мода вы сможете использовать гравитацию для управления всем окружающим миром в GTA 5. Теперь вы с легкостью сможете поднять автомобиль без дополнительных усилий и перепарковать его на другое место. Также и с NPC. С помощью нового оружия вы сможете его телепортировать на несколько десятков метров. Это отличная возможность из будущего, чтобы протестировать его в GTA 5. Ведь даже если у вас нету ключей от автомобиля, таким способом вы сможете его угнать или просто уничтожить, если он вам не понравился. Это один из тех модов, который зависит только от вас, а точнее как вы будете его использовать. Следующий мод из этого топа, который занял восьмое место, это улучшение для поездов. Данный мод это целая история, потому что после стольких неудачных попыток остановки поезда в GTA 5, вы наконец-то сможете его остановить. Теперь поезда будут останавливаться на переезде или в любом другом месте, где на их пути будет препятствие. Например, если на железной дороге находится автомобиль, тогда машинист поезда просто остановится и подождет, когда автомобиль заберет эвакуатор. Также поезд можно будет остановить даже без автомобиля, как и в Red Dead Redemption 2, ведь там поезда также останавливаются, а не просто сбивают всё подряд. После установки этого мода данная система поездов появится и в GTA 5, и согласитесь, что это добавляет реализма. Седьмое место из лучшей десятки модов занял скриптовый мод, который добавляет торнадо в GTA 5. Улучшение погодных условий, после которого появляется торнадо. И после появления торнадо начнется тревога и жители города начнут прятаться по домам, а самые смелые смогут увидеть торнадо, который очищает улицы от всякого мусора и автомобили. Торнадо очень огромное и после себя почти ничего не оставляет, поэтому лучше уехать подальше, если у вас очень дорогой автомобиль. Торнадо будет появляться в основном во время грозы, сопровождаясь молнией и очень сильным ветром, поэтому ни один автомобиль не устоит на дороге. Во время появления торнадо. Следующий мод из сегодняшней десятки модов, это мод, который поможет вам измерять скорость GTA 5. Новый Лефикс спидометр. Отличная модификация и один из лучших спидометров. Лефикс спидометр имеет функции измерения скорости автомобиля и даже тахометр. Также этот спидометр измеряет уровень топлива, а стрелки спидометра будут изменять цвет в соответствии с цветом автомобиля. Но это еще не все. Также спидометр сможет распознать марку автомобиля и на циферблате появится название марки автомобиля. Но распознавание работает только для стандартных автомобилей в GTA 5. Для кастомных автомобилей остаются все остальные функции, которые тоже очень хорошо работают и измеряют скорость. Ведь раньше в игре такой возможности не было. Открывает первую пятерку лучших скриптовых модов для GTA 5 что-то намного интереснее. Потому что это мод на ограбление домов в GTA 5. Разработчиком этого мода является одним из самых популярных мододелов для игры в GTA 5. Поэтому мод уже обещает быть интересным. Вы сможете ограбить несколько домов в Лос-Сантосе и даже в Сэнди Шорс или Палета Бэй. Во время ограбления вы увидите множество новых интерьеров, в которых сможете найти разные ценности для перепродажи. Это например дома миллионеров на Вайнвуде или даже дома бандитов в районе банд. Главное все делать тихо и вы сможете заработать очень хорошую сумму денег, которые можно будет потратить на улучшение или просто в свое удовольствие. Главное чтобы вас не поймала полиция, так как придется отсидеть в тюрьме. Если вы установите моды 4 место, после установки этого мода вас может поймать полиция и просто посадить в тюрьму в GTA 5. А главное условие не менее одной звезды розыска. И тогда вы сможете собирать вещи в долгое путешествие. Полиция отвезет вашего персонажа в тюрьму и там для него начнется настоящее выживание. Присоединиться к какой-нибудь банде или создать свою, а для повышения репутации немного подкачаться. Но если спорт это не для вас, тогда вы сможете подкупить охранника, чтобы получить оружие и устроить настоящий бунт. А дальше дело уже за вами. Оставаться или угнать полицейский вертолет, чтобы устроить настоящий побег из тюрьмы в GTA 5. В общем мод добавляет целый режим выживания, в котором все зависит от вас. Оставаться вне закона или следовать правилам и больше не попадать в тюрьму. А если вы выбрали первый вариант, тогда мод который занял 3 место не оставит вас равнодушным. Потому что он добавляет очередное ограбление в GTA 5. Шармот Арт Хейст. Во время которого нужно украсть очень ценные картины из особняка Мартина Мадразо. Тем самым оставить его практически ни с чем. Тогда ему придется поработать и на вас, чтобы заработать денег. А так получается, что с вашей помощью он собрал целую коллекцию. И наслаждается спокойной загородной жизнью в Лос-Антосе. Но установив это новое ограбление, у вас есть возможность все изменить. Украв ценные картины из его особняка. А дальше просто продать их и работать на себя. Модификация очень интересная, так как она добавляет новое ограбление. Которого даже не было в миссиях. Предпоседний мод из нашего сегодняшнего топа скриптовых модификаций. Это самый популярный дрифт мод для GTA 5. В оси установки этого мода вы сможете дрифтить даже на кастомных автомобилях. Преимущество этого мода в том, что вы можете включать дрифт в любое время, даже на ровной дороге. Для дрифта можно использовать любой автомобиль, кастомный или стандартный. Если вы предпочитаете стандартные автомобили, тогда в меню этого мода вы сможете заспавнить два автомобиля. Футо и Курума. Это стандартные автомобили, и я думаю, что автор мода ориентировался на эти автомобили во время создания мода. Поэтому дрифтить на стандартных автомобилях намного легче. Но всё же я всегда езжу на кастомных машинах, и для этого я выбрал этот мод, который не зависит от типа транспорта для дрифта. Ну и лидер нашей сегодняшней подборки скриптовых модификаций, который занял первое место, это очередной мод на ограбление. Только на этот раз вы сможете ограбить ювелирный магазин в Angelico GTA 5. Это магазин, в котором люди покупают разные ценности и оставляют там все свои сбережения. Все ценности оригинальные, это означает, что заработок будет очень большой. Главное избавиться от охранника, выключить все камеры и можно начинать ограбление. У вас будет время до приезда полиции, но я думаю, что этого достаточно, если хорошо выполнить подготовку и оставить транспорт для отхода. Так как после ограбления все вещи нужно будет доставить скупщику, и только после этого вы сможете получить деньги. Это ограбление из одной из самых популярных сюжетных миссий, но после установки этого мода, вы сможете повторить ограбление в любое время, после открытия магазина. На этом данная подборка модов подошла к концу, вы сможете установить все эти моды, используя инструкции в описании под видео. Если вам понравился данный топ модов, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередные подборки скриптовых модов для игры GTA 5. Всем спасибо за просмотр!